Юрий Насыбуллин. «Золото Макены». Рассказ из советского прошлого. Фильм «Человек-оркестр» вышел в советский кинопрокат примерно в начале 70-х годов, когда Юнур Косымов учился в 7-м или 8-м классе. Подгадали к самому разгару его пубертатного периода. Лысый, щупленький, носатый, невообразимый Луи Дюфинес со своими жизнерадостными полуодетыми цыпочками произвел удар высоковольтного эротического тока по целомудренному сознанию граждан огромного советского государства, где до этого ни секса, ни эротики не было. Да и какой может быть секс в стране, где надо все время копать от забора до заката, и на лоток ручного шанцевого инструмента в просторечии лопату брать всего побольше и кидать это все куда подальше. Тут так накидаешься за день, что никакой тебе эротики не надо и секса тоже. Все уже состоялось в борозде, а в качестве партнерши была большая совковая лопата, сокращенно БСЛ. Только на центральной странице журнала «Огонек» можно было увидеть изредка репродукцию картины «Рождение Венеры» итальянского живописца Сандро Бутичелли или Данаю Рембрандта. Конечно, им там можно позировать в голом виде, там тепло, у них там и секс, возможно, бывает, а в советской стране секса не было. Только какие-то небритые личности, прикидываясь немыми, продавали в поездах карты с голыми женщинами, картинками из индийских фильмов, украшенных виньетками, целующимися голубями и розочками, обрамляющие слова песни из кинофильма «Бродяга». «Дорога вдаль зовет меня, зовет меня, а-а-а, бродяга я, никто нигде не ждет меня, не ждет меня, а-а-а, абара я». Юнур не понимал, что означают слова «абара я», он предположил, что «бродяга я», и, возможно, ошибся в своих предположениях. Вот и вся эротика. Но я отвлекся. Речь идет не о фильме «Бродяга» с Раджем Капуром в главной роли, а о фильме «Человек-оркестр» с Луи Дюфинесом и его пулярками. Весь город, все поголовно-целиноградцы, покорители целинных и залежных земель, многие с женами посчитали своим долгом посмотреть это замечательное кино. Билетов на сеанс было не достать. В дворе целинников вмещал в себя две с половиной тысячи зрителей и служил в качестве концертного зала и кинотеатра, а также для проведения торжественных заседаний разных президиумов и съездов. Это было целое большое массово развлекательное хозяйство. Во-первых, сам зрительный зал с мягкими креслами, откидывающимися сиденьями, обтянутыми кожей бордового цвета, расположенными полукруглыми рядами с балконом и амфитеатрами по бокам. Огромное просторное фойе, где вдоль высоких стеклянных витрин в больших катках круглый год зеленел зимний сад с разнообразными фикусами, кактусами и пальмами. В дальнем конце работал большой буфет, где продавали лимонад, шампанское и коньяк. Кроме буфета работали разнообразные кружки, танцевальный, вокальный, хоровой и вышивание крестиком. Со смешанным хором дворца Целинников Юнур, когда голос был у него еще детским, сильным и звонким, до начала мутации выступал в качестве солиста и пел разные военные и революционные песни времен Гражданской и других войн, такие как «Орленок» и «Там вдали за рекой». В паузах между репетициями Юнур облазил весь дворец Целинников, начиная от чердака, осветительских помостов, лесенок и переходов, кончая костюмерными, гримерными и техническими подсобными помещениями. Во дворец Целинников днем попасть было легко, никто его не охранял. Самого понятия охраны в те годы не было. Это же вам не военный завод или секретный ядерный объект? Это заведение для реализации и развития народного творчества. От кого его охранять? Никому не приходило в голову дармоедов и бездельников плодить в лице охранников. Заходите, люди добрые, творите, выдумывайте, пробуйте. Но в часы концертов или сеансов кинофильмов все тщательно запиралось и контролировалось. Строгие неподкупные тетки стояли на каждой двери. У них мышь бы не проскочила. А мы проскочим, подумал Юнур и предложил. Пошли в кино. Кольке Пискаренко, соседу по двору и однокласснику по школе. А у тебя билеты есть? С надеждой спросил Колька. Там человек-оркестр идет, классный фильм, говорят. Жаль, билетов не достать. Ничего, пошли, я тебя проведу, сказал Юнур. Вечером, когда еще не начинало смеркаться, они подошли ко дворцу целинников, перед входом которого у запертых касс с табличками в окошках «Билетов нет» толпились страждущие и голодные до фривольных французских фильмов первоцелинники. Ха-ха-ха, фривольных французских фильмов, три фе. Вот она, полная буржуйская свобода. Юнур в сопровождении Кольки прошли сквозь толпу, как шампуры сквозь шашлычное мясо, и обошли дворец целинников с обратной стороны. Там был высокий забор из металлических кольев, унизанных наверху наконечниками в форме копья или флагштока и соединенные между собой коваными серпами и молотами. Ограда упиралась в высокую пристройку. Юнур залез на забор, и с него перебрался на пристройку. Он знал, что в этом месте располагаются под крышей комнаты различных кружков, кабинеты администрации и бухгалтерии. Колька залез следом, и они подошли к высокому зданию дворца, где внутри помещения, за стеной, располагались сооружения сцены, балки и тросы для поднятия бархатного занавеса, праздничных лозунгов, «Мир, труд, первомай» или «Целина поднята, подвиг продолжается» и огромного широкоформатного экрана. А здесь располагалась пожарная лестница, которая уходила наверх и вела на крышу дворца целинников. Юнур с приятелем вскарабкались по ней на высоту примерно десятиэтажного дома. На крыше было ветрено, но ветер был теплым и ласково приободрял друзей на дальнейшее проникновение в неприступное, запрещенное и неведомое. Они подошли к невысокой вентиляционной будке, дверца в которую оказалась гостеприимно приоткрытой, и пролезли внутрь. Практически они были уже почти у цели, осталось спуститься вниз и занять лучшие места в зале, согласно купленным билетам. — А мы бы купили, — подумал Юнур, — но билетов нет. К тому же у нас трех копеек не хватает. У каждого. — У каждого. — Понял? — спросил он у Кольки. — Что? — шепотом не понял тот. — Да так, ничего, это я своим мыслям радуюсь, — ответил Юнур. — Пошли сюда, только тихо и осторожно. Тут чердак, видишь, фанерными щитами устелен. Смотри, не провались, а то свалишься вниз на головы счастливых зрителей. Придавишь кого-нибудь. — Ничего, — ответил Колька. — Был бы человек хороший. Один из щитов был слегка смещен в сторону, и внизу было видно сидящих людей, и что кино еще не началось, в зале был не убран свет. — Может, плюнуть? — спросил расшалившийся Колька. — Я тебе плюну, — запретил Юнур. — Ишь ты, птица счастья завтрашнего дня. — Опять не понял, — признался Колька. — Знаешь песенку про птицу счастья? — Нет, — помотал головой приятель. — Да теперь уже, пожалуй, не приятель, а подельник, как минимум, соучастник. — Никто не знает, потому что я сам сочинил. — Слушай, птица счастья завтрашнего дня. Прилетев, обделала меня. Че, блин, за фигня? Именно меня. Вот так счастья завтрашнего дня. — Смешно, — прошептал Колька. Они добрались до металлических платформ, на которых были установлены прожектора и болтались какие-то провода. От них вниз вели железные лесенки, по которым приятели спустились за сцену и притаились в кулисах. В зале к этому времени погас свет, и заиграла музыка киножурнала. — Давай, как будет темный кадр, проскочим в зал, — сказал юнур. Колька кивнул, и они быстро и незаметно проскочили в зал и уселись на каких-то чудом оказавшихся свободными местах в битком набитом зале. Девушка с соседнего кресла удивленно посмотрела на них, но ничего не сказала. Друзья с огромным интересом насладились просмотром замечательного эротического мюзикла с подвижным, как теннисный мячик, Луи Дюфинесом в главной роли. Собственно говоря, если бы не юношеская сверхвозбудимость юнура, то ничего особо эротического в фильме почти и не было. Красивые девушки в бикини и купальниках пели и танцевали весь фильм. И это совершенно не отвлекало от сюжета, которого, по большому счету, не было вовсе, да и не надо. Но в то время, в ту эпоху и в той стране такой фильм для воспитанной в лучших коммунистических убеждениях публики, а поскольку он вышел на советские экраны, значит прошел строжайшую цензуру и одобрение высшего руководства страны, без которого вообще ничего не происходило бы, был как глоток свежего буржуйского фреша, которого тогда тоже еще не было. По крайней мере, никто его еще не одобрил. Поэтому на фильм «Человек-оркестр» народ ломился толпами, и в прокате он принес отечественной киноиндустрии большие прибыли в рублях, а может быть и во французских франках и тугриках. Я уж не говорю про вечно зеленые баксы. Усталые от халявного просмотра, но довольные ребята возвратились домой. Обратно через крышу они уже не полезли, да и кто бы их пустил, а вышли со всей остальной активно жестикулирующей и восторженно обсуждающей пикантные нюансы публикой. Недели две Юнур жил под впечатлением от увиденного. А тут как раз на экраны вышел новый американский фильм «Золото Маккены», в котором песню про белоголового орла-стервятника по ихнему Кондора исполнял за кадром несравненный голосистый и страшно популярный, особенно у женщин, за свой медоточивый вокал певец Валерий Абадзинский, которого автор видел лично и даже выступал с ним на одной сцене в конце второго тысячелетия новой эры на концерте, посвященном памяти кумира молодежи девяностых, певца Игоря Талькова. Концерт происходил в московском ДК Варшавский, Абадзинский был уже седенький, его выводили на сцену под руки, и он, скорее всего, под фонограмму пел, как в том кино. Вновь-вновь золото манит нас, вновь-вновь золото манит нас, золото, как всегда, манит нас. Голос был все так же звонок и неподражаем. В кассах Целиноградского дворца целинников по поводу такого уникального события и такого счастливого случая и такого невероятного кино с золотом о кеной опять происходила давка и полный аншлаг. Но у Юнура уже был готов план и прибережен способ проникновения и доступа к сокровищам мирового киноискусства. За несколько дней до сеанса он встретил Кольку Пискаренко и спросил, ну чё, пойдем в кино? Там во дворце золото макены идет американский фильм, боевик про индейцев. — По билетам? — спросил тот. — Откуда у меня деньги на билеты? — вопросом на вопрос ответил Юнур. — Не-е-е, — отказался Колька. — Я туда второй раз на такую верхотуру не полезу. — Эх ты, — ехидно сказал Юнур, — слабак. Но одному лезть на крышу дворца целинников по пожарной лестнице, рискуя в любой момент быть сдунутым с нее порывом ветра, Юнуру было скучно без компании. Поэтому на очередной конькобежной тренировке среди своих друзей он выбрал наиболее отмороженного и шустрого Борьку Торошкевича и предложил ему сходить с ним на пару в кино на золото макены. Если слушатель думает, что автор в очередной раз лопухнулся и летом на коньках тогда спортсмены не катались, то автор ответит так. Нет, не лопухнулся. На коньках не катались, хотя искусственный лед делать уже умели. А на роликовых коньках в парке по асфальтированным дорожкам и аллеям катались. И не только. Тренировка конькобежца включает в себя не всегда один бег на коньках. Есть еще велоспорт, плавание, гребля на лодках, поднятие штанги, легкая атлетика. Это все сопутствующие виды спорта, которые конькобежцы активно используют летом для достижения зимой лучших результатов. В назначенный день, аккурат в день премьеры, Юнур с Борисом тем же, описанным выше способом, проникли по пожарной лестнице через крышу дворца Целинников за кулисы и остановились в ожидании темного кадра, чтобы незаметно прошмыгнуть в зал. В этот момент к ним неожиданно подошел директор дворца Целинников. Юнур узнал его, но никак не мог вспомнить фамилии. То ли Ритгер, то ли Бергер. Лысый, маленький, пожилой человек. — Вы что здесь делаете? — вкратчиво спросил он. — Курите? — Нет, — растерянно ответили застигнутые врасплох пацаны. — А что тогда? Воруете что-нибудь? — Нет, не воруем. Вот, проверьте, у нас нет ничего. — Ладно, — сказал директор. — Идите за мной. И он отправился по коридору в сторону своего кабинета, даже не оглядываясь, следуют ли за ним пойманные пацаны. Юнур с Борькой переглянулись и сквозанули в другую сторону. Убежав от директора, они по ступенькам с другой стороны сцены спустились в зрительный зал. Фильм как раз только начался, и звучала та самая знаменитая песня про золото, которая манит всех нас всегда в исполнении Валерия Абадзинского. Пацаны прокрались в амфитеатр и уселись на свободные места. На экране по синему небу парил американский кондор, и шли вступительные титры. В этот момент Юнур увидел, что сбоку на сцене появился директор в сопровождении пожарного и указывает рукой прямо на них. Пожарный по ступенькам, пригнувшись, подошел к сидящим Борьке с Юнуром и, взяв крепкими руками их за чуть повыше локтя, вывел из зрительного зала в боковую дверь. По коридору он привел их в кабинет директора, где тот уже крутил диск телефона и вызывал милицейский наряд. «Срочно приезжайте!» – заполошенным голосом кричал он в трубку, будто бы поймал отъявленных убийц. Потом он положил трубку и сказал пожилому дядьке пожарному. «Караулих!» – вышел зачем-то из кабинета, наверное, чтобы встретить милицейский наряд. Пожарный посмотрел на них и спросил довольно сочувственно. «Ну, вы чем провинились? Курили за сценой, что ли?» «Да мы вообще не курим, мы спортсмены», – сказал Юнур. «А что вам надо было за сценой?» «Да просто так! Любопытно стало, как тут все устроено!» «Ну, ладно, пацаны, идите отсюда. Сейчас менты приедут. Не люблю я их. А директору скажу, что вы убежали, а я с вами двумя не справился». Юнур с Борькой уже направились к выходу, но в этот момент дверь распахнулась и вошли два милиционера. «Что случилось?» – спросил один из них. «Да вот! Директор поймал их за сценой, что-то там делали», – сказал пожарный. «Может, курили. Да вроде куревом не пахнет от них. Ну, я пойду!» – с этими словами он вышел из кабинета. Когда дверь за ним закрылась, один из ментов, судя по нашивкам, сержант, подошел к Борьке и ударил его в живот. Борька охнул от неожиданности и согнулся. «Так что вы делали за сценой?» – спросил он Юнура. «Курить любишь?» «Нет, я вообще не курю», – ответил Юнур, на всякий случай прикрывая рукой область солнечного сплетения и готовясь увернуться от удара. «Погоди», – сказал другой мент в звании лейтенанта. «Я этого пацаненка знаю. Он на конькобежных ходит вместе с моим младшим братишкой». Юнур пригляделся и тоже узнал старшего брата Сашки Колесниченко, которого однажды мельком видел. В этот момент в кабинет вернулся директор дворца Целинников. «Ну что?» – спросил он у ментов. «Узнали, что они делали за сценой?» «Не говорят», – сказал тот, который ударил Борьку. «Может быть, вы нам расскажете, в чем дело?» – спросил лейтенант, обращаясь к директору. «Я их поймал за сценой. Они от меня кинулись убегать. Видимо, дело нечисто. Улика поведения», – ответил тот. «Ну давайте обыщем их», – предложил сержант. Пацанов обыскали. У Юнура нашли двадцать копеек мелочью и ключ от квартиры. У Борьки носовой платок, полтинник одной монетой и мятый автобусный билет. «Так что делали за сценой?» – крикнул директор. «А ведь билетов-то нет у них. Как попали на сеанс?» «Говорим же, просто посмотреть хотели из любопытства. Это преступление?» – спросил Борька со слезами в голосе. «За что бьете-то сразу?» «Ну что?» – сказал лейтенант. «Я не вижу причины для вызова. Могли сами сделать пацанам внушение за безбилетный проход и выпроводить из здания». Он помолчал и потом продолжил. «И причины для задержания тоже не вижу. Давайте проводим их из помещения и пусть идут по домам». «А протокол?» – спросил директор. «Протокол надо составить». «Да какой там протокол?» – ответил лейтенант. «О чем протокол? Сказки будем сочинять?» Менты вывели Юнура и Борьку по служебному проходу из дворца Целинников, и лейтенант сказал. «Идите домой, пацаны. Кина не будет». Юнур и Борька пошли мимо фонтана в сторону горсовета, где находилось городское Целиноградское начальство. Перед зданием горсовета стоял огромный памятник вождю мирового пролетариата Владимиру Ильичу Ленину. «Жалко, кино не посмотрели», – сказал Борька. «Может, завтра еще раз попробуем? Завтра тоже сеанс есть на вечер». «Да пошел ты со своим Макеной», – сказал Борька. «Жалко, он тебе под дых не врезал».